Вот называют у нас традиционную астинскую культуру УАЗ, ДИН, АДНИ, РОН, ДИН, АГДАУ, ну и спорят, как правильный. Во-первых, никогда у нас она не АС, не УАЗ, ДИН, тем более ДИН, ДИНа у нас веры, ну, не было знания, было, да. А всегда был АГДАУ. А называть мы ее начали, потому что, дабы обозначить, сказать другим, что у нас тоже есть своя религия, вера, как у других. Хотя, опять-таки, на нашем языке она у нас не религия, а АГДАУ называется. Но для обозначения мы говорим АС, ДИН, ВАС, ДИН, я лично ее называю, несу вот именно АСА, АСА. Вот, например, ВАЗ, ДИН, это что такое? Называют ее истинная вера. АС, ДИН, ВАЗ, ДИН. Кого верить, если это знание? А что за истина? Вопрос. Нет ответа. Ну, то бишь, сама религия истинная. А в чем истина? А вот именно в таком написании, на солярный аланский традиционный лад, то есть аланским традиционным шрифтом, где 2С образует четырехлучевой солярный символ, который символизирует боготворца Хуцау, который и проясняет, кто такой АСА, богоподобный. Слово АСА, понятие, оно встречается в священной весте, производной арта, отсюда вы и на арте, носители культуры арии. Отсюда вы и происходит АСА, или когда мы говорим АСДАН, ВАЗДАН, АСИТИН, ИРОН, АЛАН, то есть синоним у них один. Это огонь, а огонь в культуре арии, это дух творца или частица бога. То есть в самом самоназвании АСИТИН, кто такой АСИТИН, не просто как нация, национальность, а что это еще и духовно-религиозное понятие, как носитель культа, арийского культа или культура. Вот солярный символ в центре, это та история, когда из пространства возникает, то есть пространство это эфир, или то, что называют любовью, возникают пять первоэлементов, огонь, ветер, вода, земля. И в каждом из них пребывает этот дух. Отсюда вы и название солярный символ или САУАСА. То есть в самом самоназвании АСИТИН, вся наша заключена, вся наша идеология, культура, мировоззрение, дающая нам понимание, кто такой АСИТИН, то есть знание и истины, база, дается база. Если ВАСИТИН нам говорит, что это истинная религия, то здесь дается сама истина, то есть знание. Как говорят, все дороги ведут к Богу, религию принимают для того, чтобы приобрести веру в Бога. А тут знание Бога о себе, как часть творения. То есть если все пути ведут к этой истине, АСА, которая дает это понимание, знание. Плюс как идея небезосновательная, именно в таком написании, очень важно для наследия, для потомков, чтобы они через наши древнейшие символы искали свои духовные корни и знали с точки зрения нашей интерпретации мировоззрение. Субтитры сделал DimaTorzok